Всем привет, я рад приветствовать вас на канале Артема Первушина, с вами снова Данте И в этом видео мы с вами обсудим одну очень интересную тему Как мы все с вами знаем, мы инвестируем прежде всего не для того, чтобы сохранить деньги, но для того, чтобы заработать А в условиях, когда на фондовом рынке, не только российском, но и на американском, идет большой дисконт на акции, на компании привлекательные Мы можем инвестировать рисково, но с потенциалом высокой прибыли И в этом видео мы с вами обсудим именно такие компании, которые являются рисковыми, но которые могут принести нам иксы уже в этом году Ну а с вас, как всегда, лайки, пишите свои комментарии и приятного просмотра Итак, в сегодняшнем видео мы с вами поговорим в принципе про исконно рисковую сферу, исконно рискованный сегмент фармацевтов Но не именно фармацевтов, а биотехов То есть те компании, которые могут на протяжении нескольких лет быть убыточными Ввиду того, что они занимаются разработкой инновационных препаратов И после выхода и одобрения которых, они дают иксы, перекрывают свои долги и получают фундаментальную базу Благодаря которой они могут обеспечивать себя стабильной выручкой от продаж данных препаратов Для разработки новых-новых-новых инновационных решений И первая, самая интересная компания, которую мы с вами рассмотрим Это Arctic Biotherapetics Очень интересная компания, которая занимается разработкой лекарства Разработкой, скажем так, крема для лечения псориаза и атопического дерматита Давайте кратко вам опишу, что это такое В принципе, компания нацелена чисто на американский рынок И в Америке псориазом болеют порядка 9 миллионов человек А атопическим дерматитом порядка 26 миллионов человек И большинство из них от псориаза лечатся лекарствами локальными То есть те, которые по исконно каким-то традициям производят Ну, народное лечение И также они лечатся посредством препаратов, которые построены на базе стероидов Ввиду чего и при лечении псориаза, и при лечении атопического дерматита Они приводят к чрезмерным растяжкам, к порче кожи и иным гормональным сбоям Поскольку все-таки это у нас стероиды Компания Arctics, она занимается разработкой крема, который на генетическом уровне Без использования стероидов он сможет помогать данным пациентам И он сможет применяться на постоянной основе, просто как уходовое средство А конкуренты этого крема, они могут применяться только в определенной периодичности Раз в один или два месяца Ввиду того, что они имеют большое количество побочных эффектов Ну давайте с вами поговорим про компанию все-таки Arctic Geoterapeutics Кстати, ее тикер ARQT на бирже Nasdaq Вы можете спокойно приобрести эти акции на нашей бирже Через нашего любимого с вами брокера BGS Потому что у него самые низкие комиссии, самая лояльная служба поддержки И до мая вы можете инвестировать без комиссии Итак, мы с вами видим такую интересную схему Кому-то может показаться, что это пентаграмма, но это на самом деле не так Здесь мы с вами видим одни из важнейших показателей Первое – это здоровье компании То есть мы с вами видим, что компания по 5 из 6 пунктам, она здоровая По прошлому у нас мало данных, поскольку компания является биотехом И сейчас у нее нет препаратов, которые приносят ей большое количество прибыли Но на будущее есть некие перспективы По оценкам данного сервиса, который является, скажем так, агрегатором аналитиков Который собирает аналитику от разных хедж-фондов, от разных инвестиционных компаний Компания является недооцененной на 96%, то есть стоимость ее сейчас на данный момент на 96% ниже реальной стоимости Объем выручки в следующие несколько лет будет увеличиваться на 60% Но также есть риски Какие риски? Компания является убыточной, она зарабатывает меньше 1 миллиона долларов, а именно 0 То есть она зарабатывает меньше, на самом деле, чем 0 Она является убыточной И неизвестно, будет ли оправдан, скажем так, прогноз по прибыльности на следующие 3 года Но давайте с вами будем углубляться Сервис Simply Wall Street очень полезный Я его очень люблю, очень удобно с ним работать Здесь мы с вами видим большое количество новостного фона, который мы можем с вами анализировать И на данный момент самая важная новость, которая у нас здесь есть Это новость о том, что общий консенсус, прогноз по акциям снизился И сейчас он составляет порядка 54 долларов 54 доллара, по мнению аналитиков, это консенсус, прогноз по цене То есть 54 доллара, это, по сути, справедливая стоимость этих акций При нынешней стоимости в 21 доллар Объясню, в чем преимущество этой компании То есть они разрабатывают этот крем, но какие есть сложности Сложность сейчас заключается в том, что в Америке действует такая система Что любая разработка должна пройти через службу, через надзорный орган FDA Который регулирует выпуск потребительской продукции И в случае, если это лекарство, если этот крем пройдет допуск FDA И ему разрешат начать производство Но в этом случае компания начнет стабильно расти Поскольку испытания уже прошли успешно Это нам говорит о том, что данная компания будет расти Она будет еще более прибыльной Ну, нужно учитывать здесь, что в целом весь рынок Атопического дерматита и псориаза в Америке Составляет порядка 3,8 миллиарда долларов в год То есть потребление препаратов для лечения И аналитики говорят о том, что в среднем на 1,5 миллиарда долларов Будет расти этот рынок И к 26 году он должен достигнуть 9,8 миллиарда долларов Давайте с вами поговорим еще про эту компанию Компания сейчас убыточная Как мы с вами видим, коэффициент price to earn составляет минус 5% Вот, кстати, касательно справедливой цены Сейчас компания оценивается в 21 доллар Но по мнению аналитиков Simple Wall Street Справедливается на 570 долларов Но очень важно, что не нужно опираться на показатели, которые пишут здесь Simple Wall Street Нужно исходить только из собственного мнения Не верить чужой аналитике И обращать внимание на коэффициенты, сухие факты и отчеты, которые вы видите И можете найти в открытых источниках Дальше, к какому показателю мы коэффициентами должны спуститься Показатель price to book, то есть сколько рублей, сколько долларов вы вкладываете Условно, предположим, вот вы вложили там, да, 3600 долларов Это значит, что в случае банкротства вы получите всего 1 тысячу долларов То есть, по сути, это балансовая стоимость активов, которая находится на балансе данной компании Как тут мы с вами видим, балансовая стоимость активов составляет 3,6 Что в два раза выше, чем по индустрии, в два раза выше, чем в целом по американскому рынку Где средняя по рынку составляет 1,7, а по индустрии 1,8 Давайте с вами будем анализировать дальше Здесь эти показатели, я не буду в них углубляться Касательно раздела будущего роста, я их уже проанализировал Но в целом я согласен с прогнозом 57,3% касательно будущего роста прибыли ежегодного Но, скорее всего, это будет не так, что будет ежегодный рост прибыли Тут важно учитывать, что эта цифра, она берется за 3 года Скорее всего, в случае одобрения этого инновационного препарата Будет экспоненциальный гэповый скачок стоимости активов, стоимости акций И, следовательно, стоимости прибыли данной компании Я рассчитываю, что в случае одобрения будет, скорее всего, 120-130% за первый год И дальше уже будет идти на убыль, там, 80-30-40% на третий, на четвертый года Если компания не будет выпускать инновационных препаратов Но важно учитывать, что в случае, если произойдет одобрение Компания сможет сформировать фундаментальную базу лекарства блокбастера Которая будет активно продаваться И создать, скажем так, подушку безопасности С помощью которой Аркутис сможет разрабатывать и дальше инновационные препараты То есть компания будет базис для еще большего роста Вот мы с вами видим, что в целом по прогнозам аналитиков Компания станет прибыльной Даже без учета вот этих вот инициаторской информации Касательно того, что будет одобрение Там, по-моему, заложено на середину июля На середину июля, на конец мая, середину июля Вот в этих прогнозах FTA должно одобрить Аналитики говорят о том, что в 2024 году компания вырастет выручка Да, у компании вырастет выручка Но она не станет еще прибыльной Даже в апреле 2024 года Но не нужно обращать внимание на эти показатели Здесь не учитывается огромный пласт информации В целом, по будущему развитию Компания касательно роста Опережает индустрию и опережает рынок Индустрию в среднем она опережает в 6 раз Она опережает даже больше, чем в 6 раз Ну и рынок она опережает где-то в 4 раза Но что тут самое важное Эти все показатели, конечно, очень интересны Мы можем анализировать их сутками напролет Искать большое количество информации Вот что важно Компания финансово-здоровая Что это значит? Что общая стоимость свободного денежного потока Превышает ее краткосрочное и долгосрочное обязательство Всего на счетах у компании порядка 400 миллионов долларов Но при этом краткосрочные и долгосрочные обязательства Не превышают 100 миллионов долларов Но важно учитывать, что у компании растет и ее долг То есть за последние 5 лет ее долг только рос Но это нормально для компании, которая развивается Если компания развивается, у нее есть свободные деньги Значит у нее есть направление, в которое она может инвестировать собственные деньги Компания не платит дивиденды Но про дивиденды это будет у нас отдельное видео Не стоит обращать внимание на дивиденды у американских компаний Касательно менеджмента, менеджмент тут стабильно адекватный Стоимость компенсации для президента является средней по рынку для компаний С аналогичной капитализацией На инсайдерскую продажу, инсайдерскую торговлю мы обращать внимание не будем Важно обратить внимание на главных акционеров, на структуру владельцев компании Мы с вами видим, что 25 держателей акций владеют 88% в стоимости компании И что это вообще за компании, которые владеют 88% данной компании, данного биотеха? Ну, во-первых, это BlackRock Это BlackRock, это один из крупнейших инвестфондов, которые инвестируют в стартапы И важно заметить здесь OrbiMed Advisors Limited Здесь мы с вами видим, что OrbiMed продали 18 миллионов на 18 миллионов акций данной компании То есть на 29% они размыли свою долю Но OrbiMed – это компания, благодаря которой Arcutis, этот биотех, он смог запуститься Если мы с вами сейчас загуглим, кто такие OrbiMed Advisors Перейдем на них сайт Мы с вами увидим, что эта компания, она является, скажем так, пустером развития инновационных компаний в рамках медицины Это такой некий акселератор в мире медицины Они собирают деньги, помогают специалистами И помогают компаниям, которые занимаются медициной Запуститься на бирже, привлечь средства на определенном раунде И после чего они уже извлекают из успешных стартапов, таких как Arcutis, свою прибыль Те же самые пресловутые 18 миллионов долларов Для реинвестирования уже в другие компании То есть тут что важно понимать? Это продажа, это не инициаторская продажа А это просто извлечение инвестированных средств для их реинвестирования в другие направления Поэтому не стоит бояться Но и в целом информация о том, что 88% компаний находится в руках крупнейших инвестфондов То же самое HBM Partners и так далее Это нам говорит о потенциале роста О потенциале роста И мы с вами видим, что General Public, то есть обычные розничные инвесторы Держат только 3,3% акций компании Ну, я думаю, тут цифры говорят сами за себя Тут мы с вами разобрали первую компанию ARQT, тикер которой на бирже NASDAQ Переходим к следующей компании Второй компанией, о которой мы с вами сегодня поговорим Будет Amicus Therapeutics Это также компания Biotech И также эта компания скоро выпустит в случае одобрения FDA Препарат Blockbuster, который уже связан на генной терапии Компания сейчас занимается разработкой генной терапии Для лечения болезни Фабри и для лечения болезни Помпы Эти две болезни являются самыми распространенными генетическими заболеваниями И по оценке компании болезнь Фабри и болезнь Помпы Будет расти в среднем на 15% ежегодно То есть это крупнейшее генетическое заболевание Которое передается по наследству Связано оно с нарушением нервной системы С нарушением мышечной системы И поражением легких По итогам испытаний По итогам раунда испытаний На добровольцах И на людях, которые Являются носителями данного заболевания Препарат является успешным Во-первых, он снял самый важный симптом Он снимает отек легких И в целом, через какое-то время Порядка полутора-двух месяцев Он повышает активность человека То есть человек может активнее двигаться Он может вести более активный образ жизни И FDA должно одобрить Ну, в случае, если все пойдет хорошо 29 мая данный препарат И по консенсусу прогноза аналитиков Сейчас при стоимости 8 долларов Цена должна в случае одобрения достигнуть 14 долларов По оценкам Simply Wall Street Компания недооценена на 83% А по прогнозу роста На 64% Будет расти ее выручка Компания здоровая У нее есть потенциал роста в будущем Как мы с вами видим Да, там 5 из 6 пунктов Но давайте с вами будем и больше анализировать Итак, что мы с вами видим Компания убыточная То есть Price to Earn минус 9,2 Компания недооценена Компания недооценена Проигрывает и по индустрии И в целом по рынку По прибыльности Price to book Какой Price to book? 7,5 То есть в 2 раза выше, чем у Arcticus BioTrapetics И получается выше в 4 раза, чем в среднем по индустрии Будущий рост Аналитики оценивают У нас получается, что компания станет прибыльной В 2024 году уже Да, в апреле 2024 года она будет прибыльной В среднем на 64% будет расти ее выручка Ее даже прибыль будет расти на 64,5% Что, как мы с вами видим В 7 раз выше индустрии И где-то в 5 раз выше Даже в 4,5 раза выше, чем в среднем по рынку Да, компания станет прибыльной через 3 года Это в среднем по рынку Среди компаний, которые являются, скажем так, стартапами Выручка будет расти на 22%, что выше в 3 раза, чем в среднем по американскому рынку Которая составляет 86% Это очень-очень интересно Давайте с вами также проанализируем Проанализируем структуру держателей акций Но перед этим давайте посмотрим с вами на здоровье компании У компании на счетах 600 миллионов долларов Что превышает ее долгосрочные и краткосрочные обязательства Которые составляют как раз-таки те же самые 600 долларов Но важно учитывать, что долгосрочные обязательства компании должна погасить в среднем через 3-4 года То есть этих денег ей хватит спокойно на 1,4-1,5 года развития Есть один плохой показатель, это долг, что он за 5 лет вырос с 43%, вот здесь мы с вами видим 42,9%, до 126,7% Это на самом деле опасно, но у компании большие амбиции Компания выделяет большое количество средств на инновационные разработки Поэтому этого показателя не следует бояться Компания также не платит дивиденды, как и в целом все развивающиеся биотехи У компании довольно опытный CEO, он 11 лет находится на своем посту У него высокая компенсация 12%, что в среднем выше рынка В среднем по рынку 4,3 миллиона компенсация для компании с аналогичным капиталом У компании менеджмент тоже опытный, 6 лет И по инсайдерской покупке все настроены только покупать, как компании, так и частные инвесторы Давайте с вами посмотрим структуру 25 крупнейших держателей акций владеют 89% компании Тут мы что с вами видим? Vanguard Group, BlackRock, JP Morgan, Morgan Stanley Investment Banking И они только увеличивают свои доли Morgan Stanley увеличил на 15%, BlackRock на 1%, JP Morgan на 3%, VELECT Management на 9% Это все нам с вами говорит о том, что крупные кошельки, крупные капиталы с огромными аналитическими фондами Они настроены благоприятно по отношению к данным бумагам И поэтому эти компании, скорее всего, в будущем вырастут В целом, важно понимать, что данные компании являются рисковыми, поскольку они убыточны Они зависят от того, одобрят ли FDA их разработки Об этом мы с вами узнаем в мае-середине, июне-июле И я буду в них инвестировать лично на следующей неделе в рамках нашей рубрики инвестиций 10 тысяч рублей в неделю я закуплю данные акции Но на вашем месте важно понимать, что готовы ли вы потерять те деньги, которые вы вложите в данную компанию Тут идет важно учитывать соотношение риск-прибыли То есть сколько вы можете потерять, но сколько вы можете получить То есть в случае с компанией Amicus вы можете вложить на каждые вложенные 8 долларов Вы можете получить сверху 6 долларов, но вы можете потерять 8 долларов Например, с Arcutis вы можете на каждые 20 вложенных долларов получить плюс 30 долларов минимум Но и потерять вы можете также 20 долларов Повторюсь, что это не индивидуальная инвестиционная рекомендация Я лишь рассказываю, показываю вам, как инвестирую лично я Ну и желаю вам прибыльных сделок, удачных сделок Также ставьте лайки, пишите комментарии, я их читаю Я из них черпаю новые идеи для видео И всем спасибо, до новых встреч Мира вам!